Однако эти суфисты мы видим наоборот. Мы видим то, что они наоборот. В начале они обычно часто после ниша начинают и прыгают, бегают и так далее. То есть оживляют начало, первую часть ночи бедаатами, плясками и тому подобными вещами и просыпают вторую половину ночи, что даже салат уль-фаджр не совершают вовремя. А ведь Всевышний Аллах сказал Они ведь из числа молящихся людей, мы не говорим, что они не совершают. Совершают, но Аллах сказал Которые относятся беспечно к своим намазам. То есть не совершают их вовремя, не совершают своевременно. То есть сахун это не те, которые вообще не совершают. А те, которые вовремя их не совершают. Или есть такая группа тоже. Люди, они допустим, мы же говорят работаем допустим и так далее. Или учимся, у нас же учеба. Мы просто, говорит, с утра совершаем утренний намаз, когда проснемся. А потом, когда придем домой вечером, все остальные намазы совершаем. И Зухар, и Аср, и Магриб, и Риша уже перед сном просто совершают. Все там, сколько остается у нас ракаат, оставшиеся 15, да? 15 ракаат. В одно время совершают, и все. Когда они так говорят, что так нельзя, Всевышний Аллах, Субханаху Аталя, сказал Намаз был определен верующим в определенное, в назначенное им время. Они говорят, Субханаллах, разве тот, кто способен принять намаз в разные времена, не способен принять его в одно время? Ну, шубха? Никакой шубхи нет. Так ведь, Аллах способен абсолютно на все. Но тот, кто способен принять твой намаз, он способен наказать тебя за несвоевременное выполнение намаза. Так ведь? То есть, Аллах велел именно таким образом делать. И ты не должен спрашивать, разве способен, разве не способен. Аллах не спрашивается о том, что он делает и повелевает. Однако мы будем спрошены, выполнили ли мы то, что повелел нам Всевышний Аллах, Субханаху Аталя, или нет. Поэтому это неправильный подход. Точно так же пророк, Салли Аллаху Алейху Ассалям, сказал, говорит шейх, Ракаат Аль-Фаджр, хайрун мин ад-дунья ва мафиха. Два Ракаат Фаджра, которые просыпают они из-за своих зигров вот этих, говорят, любимей для меня или лучше для меня, чем вся дуня и все, что в ней. В Аллахе, братья, вот сейчас многие, допустим, кто-то думает, вот бы сейчас там кто-то копит на дом, думает, вот сейчас дострою стройку, буду жить хорошо и так далее. Один дом только. Кто-то думает, вот сейчас вот это дело сделаю, там что-нибудь продам, что-нибудь так далее, так далее. Куплю себе вот эту машину, сколько мечтал о ней. Это одна лишь машина. Это все дуня, так ведь? Одно маленький кусочек вот этой ничтожной дуни, машина хорошая или дом хороший. Или кто-то там желает добиться, допустим, сестру какую-то хорошую, знает она хафиза и так далее. Это же тоже из дуни жена хорошая, так ведь? Красивая, хафиза, там богобоязненная, саляфия, такия, сунния и тому подобное. Барра. И думает, то есть желает и добивается этого. Так ведь? Пророк Солслана сказал, два рока от Фаджера любимей, чем вся дуния. Не просто вот это, чем все, что в дуни есть, все, что ты хочешь, для Пророк Солслана было любимее. И многие ученые говорят, имеется в виду два рока от Сунны, которые перед Фаджером есть, поэтому Пророк Солслана никогда их не оставлял. Два рока от Сунны перед Фаджером любимей, чем вся дуния, все, что в дуни есть. Ни одна, две жены, даже четыре есть, ни машина, ни два, ни три, ни так далее. Все, что в дуни возьми, на одну чашу весов, предложи Пророк Солслана, он бы два рока от Фаджера выбрал бы. В которых читаются какие суры? Фаджер и Инсан. Мы сказали, Фаджер и Фаджер. Каферуна и Хлаз, Барр Калафикла. Каферуна и Хлаз. Плей.